Здравствуйте, уважаемые телезрители! Сегодня очередной выпуск передачи «Удачный ракурс». У нас в гостях фотограф, который занимается репортажной съемкой. Зовут его Роман Румянцев. Здравствуй, Роман! С чего вообще началось твое увлечение фотографией? Отец купил еще, когда я, наверное, совсем был маленький, фотоаппарат FET, очень старенький, и у него все это как бы лежало, то есть он тоже хотел, видно, заняться фотографией, и у него все это как бы лежало, и он даже так и не начал заниматься. И когда мне вдруг я понял, что мне стало интересно, отец отдал мне просто этот фотоаппарат. Для каждого школьника, насколько я помню, самой такой мечтой среди фотоаппаратов был, наверное, «Зенит». Когда я еще учился в старших классах, занимался биатлоном, у нас были спортивно-трудовые лагеря, который проходил в Эстонии, мы туда регулярно ездили. Но поскольку он был не только спортивный, где мы тренировались, но и через день работали, то есть у нас была такая возможность, что мы зарабатывали какие-то деньги небольшие, но мы зарабатывали. Вот, и у меня получилась возможность заработать на свой первый фотоаппарат, но что-то мне добавила какую-то сумму мама. Вот я помню первый раз, первый мой фотоаппарат, который мы новый купили, это был «Зенит ЕТ». Расскажи по поводу своей учебы и как это заведение называется, куда ты вот поступил. Вот в конце 10 класса я уже понял, что как бы мне это интересно, наверное, хотелось бы связать свою жизнь с фотографиями. Вот, я поступил в политехникум имени Моссовета. Нас готовили для работы в стационарных фотолабораториях, которые были раньше везде в фотостудии. Был один очень интересный момент. Мой знакомый меня позвал, говорит, слушай, а не хочешь, там тебе один человек предлагает очень интересное предложение. То есть мне не сказал, какое. Вот, и я пришел на встречу, вот, там сидел мой будущий директор нашей Чернодорожской газеты, который проработал 10 лет. Вот, и он мне предложил, говорит, у нас набирается новый состав газеты, вот, не хочешь ты быть фотокорреспондентом. Вот, ну, для меня это было достаточно такое новое, потому что я, ну, я как бы считал себя не супер-купер профессионалом, но все-таки больше таким пейзажным фотографом. То есть, таким, ну, как бы то, что вот графил, что вот, а репортаж, как бы все-таки это было достаточно для меня новое. Вот, ну, мне стало это интересно, тем более работа в газете достаточно, ну, для кого-то, наверное, престижно, для меня тоже, наверное, считал, что это, я считал, что все-таки это престижно и интересно. Одно дело, ты просто фотографируешь, другое дело, все-таки ты работаешь в газете. Вот, и я решил попробовать, то есть, согласился. Вот, и вот с тех пор у меня именно моя фотографическая деятельность так плавно-плавно перетекла и устаканилась именно на репортажных фотографиях. Эра пленочных фотоаппаратов закончилась и появились цифровые фотоаппараты. Намного ли облегчило тебе работу? Ну, я могу так сказать, что когда я начал снимать на цифровой фотоаппарат, я вздохнул с облегчением. Что стало проще с появлением цифровых? Ну, во-первых, ты сразу, очень самое главное преимущество цифрового фотоаппарата, то есть, самое главное, ты сразу видишь, какой кадр ты сделал. Даже буквально, если ты фотографируешь для газеты человека, то есть, ты, по крайней мере, видишь, ну, даже банально моргнул или не моргнул. Как ты считаешь, вот это вот количество неограниченное кадров фотографов современных развращает? Ну, я считаю, что чем больше ты кадров сделал, тем лучше. Ведь даже еще в эпоху пленочной фотографии, даже тогда у репортажных фотографов считалось, что если один-два кадра с пленки хорошие, то это считалось большей удачей. Один фотограф, его имя неизвестно, в общем-то, не был известным фотографом, сказал, что если бы мне дали в катушке пленок столько кадров, сколько в кино, и с такой же частотой она могла снимать, 24 кадра в секунду, я точно бы фотографировал, как Андрей Кортье Брессон, известный фотограф, который знаменит, в общем-то. Но с появлением цифры и безумного количества так и не стало Андрей Кортье Брессонов в таком количестве, хотя фотографии теперь можно просто тысячи, миллионы делать на карточке. Почему? Хороший вопрос. Я бы сравнил умение репортажного фотографа, как умение профессионального автолюбителя, когда он должен вертеть головой на 360 градусов и смотреть мгновенно, что происходит везде и вокруг. То есть точно так же и репортажный фотограф. Он не просто вышел и просто нажимает кнопку, то есть что видит, но он, во-первых, должен предвидеть всю обстановку, что происходит. Фотограф, репортажник, когда он попадает на место, он сразу начинает осматривать местность. То есть, во-первых, куда он может залезть, куда он может спуститься, куда он может забежать и откуда он может сделать кадр. Он должен предвидеть, как это мероприятие будет развиваться, что и где как будет. То есть он должен владеть информацией о мероприятии, на которое он идет? Нет, не только информацией, он должен владеть интуицией. И как вот эта ситуация, которая происходит сейчас, как она может измениться буквально через 2-3 минуты, то есть куда могут переместиться главные персонажи на съемке. вот именно забежать туда успеть сфотографировать оттуда и как правило не только успеть забежать еще может быть определить своих коллег потому что очень часто бывает что время съемки какие-то как я сказал местечки интересные а вот расскажи как ты смотришь видоискатель насколько я так слышал что один глаз смотрит видоискатель а второй фотографа репортажника уже смотрит по мимо видоискателя да очень часто второй глаз он не закрывать одним глазами рует поле вот и то есть когда я смотрю вот что ты фотографию то есть одним глазом я смотрю вот видоискатель то есть я чувствую что происходит там чтобы никто не прозевать момент вторым глазом то есть я как бы он меня то есть я не лишая себя периферийное зрение роман раз ты взял камеру в руки тогда ты можешь рассказать нашим телезрителям чем отличаются профессиональные камеры какие характеристики у них должны быть ну именно профессиональные камеры как вы можете видеть они уже сразу имеет очень большой размер имеет чего за счет того что у них стоит сразу очень емкий аккумулятор самое главное в этой камере есть или влагозащита достаточно устойчивая я слышал сам не проверял надеюсь не ведется прежде что она выдерживает двухсекундное падение воды если даже упал с ней воду вот то есть дождь и нипочем да то есть вот я в них дождь снимаю как бы даже внимание обращаем дождь начни высокоскоростная серийная съемка но самое главное не достаточно быстрый и точный автофокус нажал на спуск тебя кадры есть то есть на обычной любительской зеркалки такого может и не получится вот я использую объектив 70 200 достаточно цветосильный кстати то есть это твой такой вот набор основной набор до основной кстати объективы тоже имеют профессиональные объективы тоже имеет пыль и влагу защиту есть допустим посмотреть на объектив вот задней стороны у нее есть такая резиночка именно уплотнение то есть которая позволяет снимать во время дождя второй объектив у меня широкоугольный 17-35 то есть позволяет он также светочувствительный он позволяет именно фотографировать когда очень тесно допустим или помещениях или ядичных пространств вот тебя до действующего персонажа твоей съемки буквально метр и тебя надо как-то снимать и захватить что-то хотя 70 200 уже не подойдет но есть только один глаз фотографирует то в принципе можно просто есть расхожее мнение что все репортажники они вот с такими объективами гигантскими и белыми обязательно почему тебя не белый ну потому что у меня фотоаппарат фирмы nikon у nikon используется объективы черные вот эти объективы я сказал уже 117 35 то есть позволяет помещение фотографирует или в узком пространстве вот телевик 70 200 но у них очень маленькая кратность увеличения то есть 70 200 получается вот трехкратное увеличение то есть универсальности да то есть нет такой универсальности поэтому я еще использую объектив 28 300 вот единственную конечно есть минус то есть он достаточно темный метод 3556 не светосильно то есть до светосила не очень маленькая естественно резкость не такая какой этих объектив то есть резкость похуже но почему я вот так сильно использую то есть он мне нравится за свою универсальность то есть если я где-то снимаешь на широкоугольным что-то я увидел вдалеке происходит если моментального тебе не надо менять объективы да то есть я просто буквально раз вытаскиваю на максимальный фокус снимает если могу получить фотографии именно нормального хорошего качества очень часто я говорю 90 процентов я беру только с тобой 28 300 аппарат как бы и все там вспышку и обязательно аккумулятор запасной потому что один может быть севший но всегда должен быть запас для осмотрю у тебя такой не совсем стандартный ремень на камере что это за ремень ну если я могу сказать что-то этот ремень и он используется очень часто репортажной фотографии для удобства то что фотоаппарат профессионально видите он большой он он достаточно тяжелый кого висит на шее через буквально час шея очень устает поэтому я надевается он вот так вот то есть он висит фактически нет парад на плече это его одна особенность 2 особенно что фотоаппарат он на свободном карабине то есть карабин именно двигается перемен это есть если что-то увидел какой-то какой-то кадр если увидела не вас фотографируй то есть я просто фотоаппарат фотографирую у нас в гостях был фотограф роман румянцев а в следующей передаче мы поговорим с ним о таком наболевшим жанре съемки как свадебная фотография до свидания с вами был андрей наумов и побольше вам удачных рафиксов а и Редактор субтитров А.Семкин